Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня поговорим про спорт, про развитие спорта в муниципалитетах нашего района. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, не обязательно по этой теме, по любой, звоните. Мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня. Ну, гость, в общем, только один, зато какой. Виктор Егорович Погиблов. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Егорович, ну вы у нас уже завсегдатый нашей студии. Ну, все равно, на всякий случай скажу, вы у нас руководитель рабочей группы общественной палаты, один из основных инициаторов спортивных мероприятий, дворовых мероприятий и так далее. Если в целом брать вопрос развития дворового спорта, любительского спорта, ну, неважно, в Одинцовском районе, мы с вами уже, наверное, эфира 3-4 посвятили этой теме. Тема богатая. Много планов, много хороших вещей, много вещей, которые еще хотелось бы сделать, построить с нуля, улучшить. Ну, если вот брать конкретно ваши инициативы, я знаю, что в течение вот этого теплого периода весенне-летнего вы проводили много спортивных турниров, в том числе по волейболу, предположим. Не так давно они у нас, собственно говоря, эти турниры и проходили. Вот расскажите, как вообще делали, для кого, за какие средства и так далее, как вообще все это прошло у вас? Ну, если говорить по волейболу, как он организовывался, в принципе, на площадках волейбол, это популярная игра, так же, как и стритбол, развивался он достаточно, так скажем, быстрыми темпами. Почему? Начали как бы с одной из двух команд, мы уже об этом говорили, повесили сетку, и ребята сами, сами начали организовываться, приезжать и начали команды, в том числе и с Москвы, с Власики, с Кубинки, с старых городок, вот, и посещаемость была очень большая, практически каждый день, каждый день, лето, вот, тем более, вот, вторая половина была более теплая, вот, и с утра выходные, конечно. А их кто-нибудь организовывал, или они сами на своем энтузиазме приезжали и играли? На своем энтузиазме, да, на своем энтузиазме. Ну, вот, как бы, это самый толчок, это, вот, мы там, я начал. Виктор Игоревич, у нас сразу есть звонок от нашего телезрителя, давайте с ним поговорим, а потом вернемся к нашей беседе. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, я звоню вам с малых везем. Здравствуйте. Совсем запущенный поселок. Все мы хвалим Одинцовский регион. По-моему, наверное, хуже нашего этого поселка нет. Вот, смотрите, детской площадки нет. Есть маленький, вот так, отведенный уголочек, где рядом находится мусорка, рядом стоят гаражи, у которых живут крысы, днем и ночью бегают крысы. Мусор систематически не вывозится. Теперь, у третьего дома, у нас там нет, совершенно теперь негде посидеть. Там была детская площадка, ее разорили. Теперь заасфальтировали, и два месяца никакого сдвига. Мы не знаем, куда нам деться. Это третий день. Теперь, идет автобус, у нас один, с Голицына до Одинцова, 1055-й. Сколько уже просим, чтобы нам здесь поставили остановку. Дождь, что-то. Сематически опаздывает этот автобус. Или практически не ходит. Сначала, когда его упустили, он ходил очень хорошо. Сейчас есть три боя. И вот здесь вот дождик, и мы стоим, и нам нет. То есть, я имею в виду, что у вас не крытая, правильно? Некрытая. Да нету вообще не крытой. И в том же числе на самой станции Голицына, мы стоим, ждем, с сумками. Нам не повесить нету где-то крючочка, ни скамеечки. Брошенный автобус вообще он существует у кого-то или нет? Это такой вопрос. Те гаражи, которые стоят около вот этой детской площадки, там мы везде уже заросли. Кровой выше, они не использованы. Но там хорошо у нас живут крысы. Ну, наведите, пожалуйста, порядок. Ну, где-то нам нужно же посидеть, смотреть что-то. Ну, негде нет. Нет ничего у нас. Вы такие заброшенные здесь. Никому не нужно. Послушайте, а кому вы на этот счет вообще обращались? У вас же есть муниципальная администрация и так далее. Что вам говорят? Писали мы письма. Что говорят? Нам теперь сказали, это не к нам, ладно, мы передадим в Автодор, что ли, туда куда-то. Потом мы опять спросили, почему нету вот до сих пор остановки. Вот уже начинается и дождик, и завтра снег, и все. Нам говорят, нам не положено, хотя там была остановка в свое время. Даже место осталось, как она стояла. Там наши, как сказать, очень высокие люди, поставили вот такие заборы. Притык прямо к этой тропиночке. Теперь нам поставить негде забор. Но это нужно все разобраться. Понял я вас. Слушайте, ну вот то, что вы сейчас перечислили, то есть четыре основные пункта, если я правильно все записал. Во-первых, у вас отсутствуют детские площадки в хорошем качественном виде. Во-вторых, у вас не вывозится мусор. И в-третьих, остановка ваша некрытая, непонятная. И, наконец, гаражи, которые в непонятном, в непотребном состоянии находятся. Все это практически ЖКХ. То есть это ведомство должно заниматься, это находится в ведении, вернее, управляющих компаний зачастую. И, ну так вот, с первого взгляда у местных муниципальных администраций. Я думаю, что, ну, вряд ли, прямо-таки вот взяли и про вас совсем уж там забыли. Скорее всего, тут вопрос либо бюджетирования, либо чего-то подобного. Ну, что мы сейчас гадать будем? Я предлагаю такой вариант. Вы, пожалуйста, оставьте свои контактные данные, потому что, я так понимаю, вы реально знаете прям поадресно, где, что из этого находится. Вы оставьте свои контактные данные нашему оператору. Мы сегодня же передаем этот телефон и вашу заявку в общественную палату в комиссию по ЖКХ. Они с вами связываются, вы им все это рассказываете, показываете. Они приезжают и уже по своей ветке работают. Ну, честно говоря, я прямо сомневаюсь, что, правда, просто местная администрация взяла и решила не делать этого. Видимо, есть какие-то причины. Ну, общественная палата, я буду надеяться, что она вам все-таки поможет. Они, как минимум, эти темы всегда озвучивают, не дают об этом забыть людям на местах. И нередко получается действительно помочь. Спасибо вам большое за звонок. И, уважаемые зрители, я напоминаю, мы сегодня говорим о спорте, но если у вас есть любые обращения, любые просьбы, пожелания, жалобы, звоните. Мы работаем в прямом эфире, принимаем заявки любые переправляемых в общественную палату Денцовского района. Наш телефон 508-86-84. Ну что же, Виктор Егорьевич, давайте вернемся к нашему разговору. Про волейбол все, у людей какая проблема, да? Это, в принципе, касается. Ну, не связано, конечно, спорт тоже полезная вещь, но все равно обидно. Так, ну что же, мы говорили про турниры, которые вы проводили. И остановились мы на том, что ребята сами приезжают без организации, без всего. Ну, играли, играли, особенно вторую, сказали, половину лета, правильно? Да, Святослав, я хочу сказать, что вот так это самое надо, покомпактнее, покороче. Что ребятам нужна инициатива, толчок, и они сами будут организовываться. Но организовываться только вот в том плане, вот поиграли, они же все молодежь, все заняты, все учатся, работают. У них времени нет на создание каких-то клубов. Нужен обязательно, мы вот каждый раз говорим, нужен организатор. И мы предлагаем давно создавать в поселениях, в военных городках, в городе, в микрорайонах, в крупных, создавать спортивные клубы. Спортивно-досуговые клубы. Это не обязательно волейбол, там все может быть. В том числе они могут смотреть и вот сейчас за детскими площадками. Это тоже может к ним относиться. Это досуг. Это не обязательно спорт. Мы говорим, спорт это не только здоровье. Здоровье есть человек здоровый, физически, психически он здоровый, да? Но если человек духовно бедный, значит это уже не совсем здоровый. Духовность это прежде всего. А воспитание это вот на том, что вот сейчас говорит человек, что, конечно, если кругом, начиная с детской площадки, гаражи, которые стоят там десятками лет, заросли, они, может быть, уже бесхозные, скорее всего, они никому не нужны, никто за ними не смотрит. Вот с этого все и начинается. Может быть, на этих местах убирать и строить какие-то самые площадки, расширять для детских площадок, в том числе и для досуга, для людей. Это действительно обидно. Мы постоянно говорим о том, что земли мало в Одинцовском районе. И при всем при этом, если действительно стоят гаражи, никому не нужны, и о них просто забыли, это, конечно, проблема. Есть, конечно, надо рентабельно к этому подходить. Ну, у нас же много не только детских площадок и спортивных площадок, которые, в том числе и в Голицыно, может быть, больше, чем где-либо, которые неухоженные. Надо этим заниматься. Мы же говорим о том, что надо делать мониторинг. А мониторинг кто будет делать? Общественная палата? Кто в комиссии? Погиблов один пенсионер будет. Бесплатный проезд, конечно, можно. Но дело не в том. Мы говорим о том, чтобы создавать вот эти досуговые клубы. Спортом будут заниматься всем в своем микрорайоне, досугом. Они должны за этим смотреть. Если смотрят в неположенном месте, там, стоянка организованная, ну, что-то все непотребное, они должны писать конкретно, куда. Если сами не знают, на общественную палату. Общественная палата подскажет, куда направить, направит запрос обязательно. И, Виктор Горгиевич, у нас еще один звонок. Поговорим со зрителем, потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Все вот на детский спорт говорить, я не первую передачу слушаю. А все эти детские, весь спорт детские, все группы платные везде. Недавно слушала передачу, сказали по школам, там должны в Денцове открыть бесплатные группы какие-то. Там не знаю, не перечислили какие-то. Ну, ходят дети, вот двое детей, по двое, по трое. Ведь не хватит у родителей никаких денег, чтобы отправить детей в эти группы. Там пять тысяч, там, в общем, дешевле пяти, там шести, нигде ничего нет. Где в школах бесплатные детские спортивные... Секции. Секции, да. Очень хороший вопрос. Спасибо большое за этот звонок. Ну, действительно, я еще помню даже по своему детству, что у нас еще были в школах действительно бесплатные секции. Может быть, и где-то там преподавание было, может быть, ну, желало, да, оставляло желать лучшего. Но были, были. Если было желание ходить там, играть в футбол, волейбол, теннис, бадминтон, в принципе, возможность также имелось. Ну, Святослав, если мы говорим сейчас о преподавании, то это не факт, что вот столько много у нас сейчас секций всевозможных по единоборству. Это все. И не факт, что там преподают классные специалисты. Сейчас, в основном, вот, если говорит человек это правильно, если платный, то во главу угла ставятся деньги. То есть сбор денег. Не все, не все. Я вам сразу говорю, не все, конечно. Есть тренера очень хорошие. Вот, они заинтересованы, чтобы ребята были, тренировочные процессы проходят очень хорошо. Вот. Но очень много открывается вот таких секций, что, как бы, ради сбора денег. Но мы говорим о том, вот сейчас создавать вот эти клубы, клубы, на что они должны жить. Софинансирование. Частично какое-то свое. Где-то сами зарабатывать. На гранты. Ну, гранты – это дело такое. Если, конечно, будет этот клуб работать нормально, показывать результаты, то есть, вот, охватывать много населения, как и старшего возраста, молодежи, инвалидов, то, естественно, как они напишут, преподнесут, то могут получать нормальные гранты. На них можно вполне существовать. Купить инвентарь какой-то, частично там отремонтировать, можно своими силами площадку спортивную. Вот. Ну, большой вопрос, что летом, да, летом где-то можно на открытых площадках, у нас много построено. Но нам, у нас не хватает, катастрофически не хватает физкультурно-оздоровительных комплексов на зимний, на такой, на холодный период. Сейчас вот начинается осенне-зимний период, весенний. Вот. Опять мы возвращаемся к тем же волейболистам. Вот. Куда им деваться? Все, везде, все спортивные залы в школах, все расписано. В волейбольный центр, там очень много мероприятий. Вот фок, который вот рядом у нас он построен, там все расписано. Куда деваться? Вот мы о чем говорим. Надо обязательно строить вот такие быстровозводимые, дешевые фоки, ну, чтобы дешевые были в эксплуатации. Есть же такие проекты. Тут этим просто надо заниматься. Этим надо заниматься, чтобы были заинтересованы и администрация. И в том числе вот такие клубы, если они будут создаваны, не есть, они уже есть, их надо обязательно ставить в бюджет, вносить в бюджет, чтобы какую-то часть бюджет финансировал их. Это если действительно рабочие клубы, там есть секции нормальные, обязательно с бюджета надо платить. Иначе это самое. Вот таких малоимущих детей, их у нас очень много. Вот сейчас в социальном центре самбисты у нас ребята, вот малоимущие, бесплатно ходят. Но сколько таких людей, ребят, с которыми надо заниматься. То есть тренерам. Вот сейчас у меня нашел тренера, он уже с прошлого года занимается с ребятами, бесплатно. Это все при том, что у него своих трое детей. Но это энтузиазм. Систему нельзя построить на голом энтузиазме. Это голый энтузиазм. При этом, Виктор Игоревич, я замечу, то, что озвучила наша зрительница 5-7 тысяч, это действительно, во-первых, минимум. Во-вторых, это минимум занятий именно одних, без учета экипировки, без учета проезда, опять же. Если, например, у нас жительница, вот предположим, первая женщина звонила, малые веземы, да? Предположим, ей ребенка нужно в Одинцово возить. Ну как вот она его будет по пробкам, по мажачке нашей любимой, таскать в Одинцово вечером? Это же ужас просто. И вот мы говорим о том, что создавать эти клубы, конечно, создать его можно, но если, чтобы какие-то вот с бюджета деньги платить, давать им деньги, то просто так не дашь. Надо, чтобы было образовано юридическое лицо. Но это дело хлопотное, это кто-то должен этим заниматься. Мы предлагаем, чтобы был у нас организован единый физкультурный союз, или как там, в районе. Вы имеете в виду всерайонный полностью? Всерайонный, да. А в поселениях, в военных городках, там можно организовать вот эти клубы, как структурные подразделения, они могут входить в единый физкультурный союз. Послушайте, это очень большая интересная тема, мы сейчас во второй половине передачи о ней поговорим. Сейчас я предлагаю вам, а также нашим телезрителям посмотреть, как, тем не менее, именно у нас в Одинцовском районе с детьми занимаются. Это все-таки факт. Занимаются, причем занимаются, несмотря на все проблемы, очень активно. И в частности, конкретно сейчас я предлагаю вам познакомиться с материалом, который готовила моя коллега из информационной службы новостей Одинцовского телевидения о бадминтонистах. Как их тренируют, что они вообще летом проходят и как им это нравится. Физическая подготовка на свежем воздухе – один из этапов работы тренеров и спортсменов летнего лагеря отделения бадминтона детско-юношеской спортивной школы Одинцова. Вместо привычной зарядки – череда упражнений на выносливость, координацию, быстроту и реакцию. Именно в таком динамичном формате и должна проходить разминка, уверены тренеры. На данном этапе физической подготовки мы развиваем у детей общую координацию, скоростные качества в работе рук, ног, ловкость, скорость, быстроту движений. И вот эти разнообразные упражнения детям всегда интересны, потому что это не монотонная работа, это разнообразные комплексы с обручами, с лесенкой, с координационной, которая дает очень много в подготовке бадминтонистов. В этом году летний лагерь на базе спортшколы прошли 94 ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет. Уровень подготовки разный, но настрой один на результат. Две смены по две недели. Каждое утро начинается с гимна России, который ребята знают наизусть. Основное тренировочное время спортсмены проводят в зале. Под руководством наставников оттачивают мастерство и готовятся к соревнованиям, которые начнутся в августе. Всего в Одинцовском отделении по бадминтону занимаются 403 ребёнка. Работают 24 тренера. Каждый месяц новые победы и результаты. Из недавних успехов третье место на первенстве Московской области воспитанницы школы Луиза Аюбовой. Проиграю и выиграю. Никакой разницы. Главное, что мне получила от этой радость, что я хорошо играла. Вот я выхожу на площадку и, ой, молодец, я сделал вот это, я сделал вот это. Хорошо получилось. Умение мыслить стратегически, реагировать молниеносно. Спортивные тренировки подкрепляются занятиями по шахматам. В этом направлении с бадминтонистами работает тренер Михаил Бенч. Ребята увлечённо играют, стараясь обойти соперника за шахматной доской, так же уверенно, как и у сетки. Раз островок, два островок, три островок, четыре островка. А здесь только два. Один маленький островок и один очень большой. Это лучше. Можно выйти, да. По итогам летних занятий каждый воспитанник спортивного лагеря получает сертификат самой упорной спортивной разряды. Отдельная благодарность тренерам от спорткомитета районной администрации. Дипломы вручает директор школы Владимир Леонтьев. Неутомимый труженик, такой же, как и его сплочённая команда. Займайте с директором! Ну что же, как видно, действительно, когда есть политическая воля, когда есть систематизированный настоящий подход к вопросу, вот и сразу результаты налицо мгновенно. Да, здесь видно, тут занимаются профессионалы, детям интересно, и самим тренерам, конечно, интересно, и тут будет результат. Ну здесь видно, что есть помещение, оборудование, всё это самое значит. Финансирование есть. Ну, продолжим. Если есть, вот у нас пример, допустим, в Ликино. В деревне Ликино. В деревне Ликино, да. При Ликинской средней школе организован спортивный клуб. Спортивный клуб организован инициативой местных жителей. Основную роль там играл, да, Батраков Сергей Викторович. Батраков Сергей Викторович. Вот, они организовались и в подвальном помещении этой школы организовали спортивный клуб. Отремонтировали его. Сейчас там спортивный клуб ежедневно занимается в пределах до 150 человек. Детей, в том числе и взрослых, там разные виды секции. Но, опять же, мы говорим, тут есть проблемы. То есть платные никак делать нельзя, потому что где-то в пределах, ну, 50, как он говорит, 50-80 рублей они берут. Ну, это же не деньги, это чисто символические, только на, там, хотя бы на электричество, там, на водную, все это, там, на коммуналку, так скажем. Ну, есть такие проблемы глобальные, которые, это же подвальное помещение. Это не просто его оборудовать для занятий с детьми. Там очень серьезное дело обстоит вот с противопожарной безопасностью. Чтобы оборудовать противопожарным, все это оборудование поставить, да, это очень дорого. И они сами, ну, не в силах, жители не в силах. Значит, вот этими вопросами должен заниматься обязательно бюджет. Кому? Школа тоже не потянет. Значит, управление образованием. Ну, это надо администрации этим заниматься обязательно. Иначе сейчас вот Сергей Викторович стоит перед дилеммой его или закрываться, или это самое. Его же могут открыть уголовные дела, все, что может. Не дай бог, пожарники правы, все. И здесь надо, вот, или закрывать, это столько детей, столько народу. Вы только начали, я помню, не так давно, у нас, может быть, год-полтора назад был разговор насчет этого подвального помещения, как там с энтузиазмом действительно мужики за всей деревней работают, вычищают все это, обгораживают, огороды не завозят. Провели такую гигантскую работу, да, и надо обязательно помочь. Вот сейчас там в администрации, в спорткомитете, сейчас вот у нас новый Серегин, да, он обещал, что там как-то решить этот вопрос. Но это же не просто так, это деньги, серьезные деньги, ну, наверное, все-таки решится. И вот мы говорим об остальных поселениях, там же проблем еще больше. Чтобы, вот, есть, конечно, помещения, которые можно под спортивные залы, в том числе, отдавать под ремонт. Но кто будет ремонтировать? Это же вложения капитальные большие. В том числе и в Одинцово. Вот мы говорим, что надо обязательно создавать физкультурный, общий физкультурный союз, или можно назвать его там по-другому. И тогда уже будем какое-то финансирование с области, а может быть и спортивное министерство спорта России. Послушайте, а правильно я вас понял, то есть у нас будет организован по вашей инициативе, да, некий общий единый физкультурный союз, предположим? Предлагаю, да. То есть все местные клубы секции должны автоматически ему переподчиняться, правильно? Это чисто добровольно. Никто, никого это самое. И я вот предполагаю, что это будет на пользу всем клубам. А не будет так, что, Виктор Григорьевич, а не будет так, например, что, ну, условно, в какой-нибудь там старом городке, например, да, люди собираются, играют в футбол, там, детишек учат и так далее. Тут появляется вот такая организация, и все финансирование, все деньги начинают только ей идти, в обход вот этих маленьких организаций. Не получится так? Я не думаю. Об этом в вопросе пока еще речь не стоит. Ну, дело в том, вот сейчас мы, я предлагаю, чтобы провести, все провели мониторинг в своих населенных пунктах, собираемся провести круглый стол. На круглый стол, чтобы они выложили все свои пожелания, в том числе ремонт помещений, где спортивных залов не хватает, где они вот видят, что там можно, не обязательно администрация, сами жители видят, вот здесь можно там оборудовать спортивный зал или что-то, хотя бы тренажерный какой-то небольшой. Вот с этими предложениями. А на основании вот этих предложений мы здесь... Вы уже отправитесь в администрацию. Да, в администрацию здесь. Это не обязательно. Никто не собирается аккумулировать тут какие-то средства, никто нам... У нас сегодня звонок, Виктор Григорьевич. Поговорим давайте со зрителем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Даньшина Ольга Алексеевна, я житель города Одинцова. Я пользуюсь случаем, что присутствует представитель общественной палаты города Одинцова, и у меня вопрос и конкретный вот какой. Несколько времени назад общественная палата занималась вопросом МОЗОБЛ ЕРТ, дополнительным офисом, который находится на новоспортивный дом 10. Поскольку очень много жалоб от жителей города Одинцова на работу этой организации. Репортаж сделали торжественно, заверил директор этого дополнительного офиса, что замечания учтены и исправлены, но, как оказалось, обманута и общественная палата, и администрация Одинцовского муниципального района, которая занималась этим вопросом, и уполномоченной по правам человека, потому что фактически произведен просто обман. Ничего не изменилось к лучшему, положение с приходом нового руководителя Капелина Ивановна ухудшилось, беспрецедентно списывает деньги с лицевых счетов, не объясняя конкретно, не объясняя куда, на какие нужды, на какие цели, не предъявляя никаких документов, не давая ответ на письменное и устное обращение, вот так цинично, дерзко и нагло ведет себя эта организация. В то время как создана она для удобства жителей, для блага, в шаговой доступности, а на деле все наоборот. Поэтому я пользуюсь случаем, прошу вас, меня поддерживают многие жители Одинцова, заняться этим вопросом вновь, потому что это очень некрасиво, когда списывают деньги неизвестно куда, неизвестно кому, неизвестно зачем. А мы жители их зарабатываем, не воруем, и с неба они нам не падают. Спасибо большое за звонок. Понятное дело, мы сейчас с Виктором Егоровичем не будем на этот счет, что называется, заморачивать, просто потому что он занимается вопросами спорта. Но, слава богу, в общественной палате есть и комиссии, которые в частности ЖКХ занимаются, и рабочие группы, которые, я уверен, вашим заявлением заинтересуются. Потому что если дела обстоят так, как вы описали, это, конечно, безобразие. И я более чем уверен, что и администрация Одинцовского района также заинтересуется, потому что, вот здесь я с вами не соглашусь, что обмануть нашу администрацию очень задача непростая, я так полагаю. Поэтому, если действительно то, как вы рассказали, все и выглядит, значит, наверняка этим вопросом займутся. Главное, что спасибо, вы позвонили и об этом вообще рассказали. Ну что же, Виктор Егорович, у нас, к сожалению, уже подходит к концу наш эфир. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. Удачи вам в ваших начинаниях. Я буду надеяться, что, когда в следующий раз мы с вами встретимся, у нас, наконец-то, сдвинется с мертвой точки эта история. И тренеры вот эти на волонтерских начинаниях, о которых вы несколько раз уже говорили, появятся, дворовые вот эти тренеры. И какие-то сподвижки, хотя бы концепция, может быть, дорожная карта вот этого единого физкультурного союза также уже обрисуется. Минимальное финансирование, минимальное вот для организаторов, для спортивных организаторов, минимальное. И они уже будут пробивать какие-то спортивные залы, что-то все. Ну, будем надеяться на лучшее. Спасибо, что приезжали к нам сегодня. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Мы сегодня говорили о спорте, об инициативах, которые в нашем районе имеет смысл продвигать, разрабатывать, как минимум рассматривать. Потому что, несмотря на то, что Одинцовский район – это действительно одна из столиц, в общем-то, России, спортивных столиц России. А при всем при этом, конечно же, есть еще проблемы, есть целые поселения, в которых спорт совершенно не развит на сегодняшний день. И благо, что все-таки этим вопросом, слава богу, повторюсь, занимаются и общественные организации, и наша администрация. Будем надеяться на лучшее. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните нам в течение недели или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. У них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же адрес электронной почты, на который вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok